Детские ладошки в руках Югры. В регионе стартовала крупномасштабная акция, направленная на сохранение здоровья детей участников специальной военной операции. Первым муниципалитетом у округа, где она состоялась, стал Нижневартовск. На месте побывала наша съемочная группа. Обычный прием у педиатра. Но он часть экспресс-диспансеризации, что проходит в детской поликлинике Нижневартовска. Маленьких посетителей медицинского учреждения обследуют в том числе и узкие специалисты. Сегодня у нас работают практически все специалисты, которые есть в детской городской поликлинике. Это и психолог, и невролог, и офтальмолог, и нефролог, и гастроэнтеролог. Здесь собраны врачи-специалисты со всех детских поликлиник, которые у нас востребованы семьями с детьми, нуждающимися в медицинской помощи. Здесь будет проводиться и ультразвуковое исследование дополнительное. Тем детям, которым нужно будет и электрокардиографическое исследование, и лабораторное видоисследование при необходимости. Проблема сейчас с талонами, с узкими специалистами. Здесь как бы подошли, все назначили, кровь, УЗИ, то есть все нам понравилось. Классно, молодцы за такую акцию, спасибо. Нам исполнился годик, нам нужно прийти специалистов в талон, и мы не можем взять. Сейчас как раз пройдем. Как вы считаете, надо ее распространить, такую практику, на весь округ? Вообще было бы хорошо. Организаторами акции «Детские ладошки в руках Югры» выступили общественная организация «Женское движение» и Нижневартовская детская поликлиника при поддержке окружной клинической детской больницы и регионального департамента здравоохранения. Это стало откликом на просьбу матерей и жен военнослужащих. Наталья Леонидовна Западнова, летом встречаясь с женским движением и с мамами, и с женами наших участников СВО, получила наказ, я бы так сказала, о том, что помимо женского здоровья, нужно еще заботиться, безусловно, о детском здоровье. Нам надо было просто выбрать дату и где это будет проходить. Медицинское сообщество, Нижневартовское, подключилось моментально, в процесс включилось. Никаких сложностей в этом плане, с точки зрения организации, вообще не возникало. Или там, чтобы кого-то убедить, что это необходимо, что это нужно и так далее. В этот день прошли обследования несколько десятков детей. В Нижневартовске акция только стартовала. А далее подобные мероприятия пройдут по всем муниципалитетам Югры. Михаил Светышев, Сергей Зайкин, Телли, радиокомпания «Югра», Нижневартовск.